Сухой остаток с Олегом Дмитриевым на Финам.ФМ. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда, в это время мы анализируем ситуацию, текущую ситуацию на финансовых рынках. Тема сегодняшнего эфира не в районе 100. Для кого это хорошо? Ну, мы не только о нефти, конечно, поговорим. Но и в том числе и о ней. Тем более, что вот сейчас явно интересная ситуация с точки зрения корреляции так называемых. Значит, я представляю в гостях сегодня в сухом остатке Григорий Бирк, со-директор аналитического отдела Инвест-Кафе. Добрый день, Григорий. Здравствуйте. И Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома Капитал. Добрый день, Виталий. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. И сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Делитесь собственными наблюдениями на этот счет. Ну и начиная эфир, давайте традиционно. Традиционно нарисуем картина маслом. 15.05 в Москве, что происходит на этих самых финансовых рынках. Начиная со вчерашнего закрытия американцев, оно произошло в положительной территории. И Dow Jones, S&P 500 прибавили по 0,6%. Сегодняшняя торговая сессия ознаменована положительным же закрытием азиатских индексов. В частности, Nikkei прибавил 0,1%, Shanghai Composite также. А вот Европа и мы сейчас показываем чудеса храбрости. Какие-то непонятные, причем мне, по крайней мере. FTSE 100, если говорить о Европе, в моменте теряет 1,5%. Ну а мы впереди планеты всей, как всегда в этом случае. Да, RTS 2,6, 1362. ММВБ 2,5%, 1362. О, вышли практически на один уровень. И при этом, заметьте, смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent, на которой мы ориентируемся, 104 доллара за бочку. 104, даже лучше, чем предыдущие два дня. Золото, ну золото уперлось в 1395 и вот пытается там что-то сотворить. Евро-доллар начал отскок сейчас буквально перед нашей программой. Готовится тоже, видимо, к сухому остатку, к эфиру. Да, начал такой активный отскок. 1,2960 уже сейчас, хотя начиналась сегодня торговая сессия на Форексе ниже 29-й фигуры. Ну и набор голубых фишек просто, еще раз говорю, просто поражает. Все в красном, во-первых, и дальше цифры я диктую. Читаю, Газпром 2,2%, ВТБ 3,3%, АвтоВАЗ 3%, НЛМК 3%, Ростелеком 3,5%, Русгидро 4%, Боже мой, что происходит? Мама родная. Ну да ладно, такова картина маслом, ну печальная, да, как приходится часто очень повторять для нашего рынка. Ну и первый вопрос, Виталий, расскажи, пожалуйста, 104 доллара. Ну прилично же, что же, мы уже и от нефти отвязались теперь. Ну мы это, в принципе, давно сделали. Да, может это не первый год у нас, мы уже видим, что мы отвязались от всех рынков, и привычные исторические корреляции, они уже сегодня не в той мере действуют, и поэтому на этом играть очень сложно. Тем более, что высокая нефть, по сути, не приносит очень значимых дополнительных прибыли экономике. В основном, конечно, бюджет через налоги, там банковский сектор, но вот напрямую в нефтегазовый сектор, конечно, прибыли вот в таком объеме не приходят, и мы видим, что каждый день Министерство финансов там говорит о том, что вот давайте искать дополнительные источники аккумуляции денег на бюджет, и очевидно, какая отрасль будет донором, вот, это нефтегазовый сектор. Вот, поэтому вся проблема в том, что высокая цена нефти уже долгий период времени не способствует росту экономики в целом, не способствует росту ключевого сектора, это нефтегазовый сектор. Вот, поэтому мы вот и видим такие корреляции. Плюс еще очень важно же понимать не текущие цены, а ожидания рынка. Все-таки есть определенные ожидания, вот мы видим, что хоть и нефть держится, но по другим сырьевым товарам очень сильное падение было. Вот, это и промышленные товары, там, и железная, железная руда очень сильно упала, там, сталь туда падает, уголь падает, вот. И все это, конечно, ну, стимулирует инвесторов к тому, чтобы они думали, а нефть не будет следующим сырьевым товаром, который... И, соответственно, да, действует на опережение. — Григорий, что происходит сегодня у нас на рынке? Ты не в курсе? Может, ты знаешь, какое-то событие такое ключевое? — Если честно, я сам поражен, потому что вроде бы вчера все хорошо закончилось, сегодня с утра перед открытием тоже все было довольно позитивно, но, по всей видимости, происходит отток средства с российского фондового рынка. — Продолжается, да? — Причины, наверное, лежат в какой-то философской плоскости, почему российский фондовый рынок недолюбливают инвесторы. И, наверное, вот, как Виталий говорил, то, что вот неопределенность, которая постоянно присутствует в плане регулирования важнейших отраслей для российского рынка, это и нефтегаз, и электроэнергетика, негативно влияет на оценку компаний российского фондового рынка. И, естественно, если происходит какой-то чих, на Западе сокращают рискованные активы и, в первую очередь, российские акции. — Ну, в принципе, если послушать Запад, там особо не чихают уже, если говорить о Америке. Но мне понравился вот твой подход. Мы, в принципе, говорим всегда о традиционных методах принятия торговых решений. Это технический и фундаментальный анализ. А вот с точки зрения философической плоскости мы еще на рынке не торговали. Я, по крайней мере, не торговал. Было бы забавно об этом поговорить с этой точки зрения. Но прежде чем мы это сделаем, прежде чем продолжим, давайте послушаем звонок. Есть у нас слушательница по имени Елена. Елена, добрый день. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. — Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вы упомянули, что голубые фишки ушли в всех красные. Сегодня 29 мая. Может быть, это каким-то образом связано с наступлением летнего сезона. И какая-то значимая часть, скажем, инвесторов решила просто на лето забрать деньги. И, может быть, это имеет смысл рассматривать в том ключе, что до середины и до конца июня это все будет понижаться. И нужно в этот момент будет покупать. Как считаете? Понятен ваш вопрос. Лена, спасибо за ваше мнение. Ну, друзья мои, Григорий, как считаете? Если лето и наступило, то внезапно, наверное, по погоде не скажешь. Ну, почему именно 29-е именно мая? Ну, конец мая. Причем, смотрите, мы весь май с вами говорили, ну, с вашими коллегами, в том числе, о том, что такая классическая парадигма, продавай в мае и иди, отдыхай, дружище, она не сработала. Более того, половину мая мы подросли еще, да, сейчас вот что-то болтались. А сегодня 29-е мая, осталось 30-31, да, и Лена логично говорит, вот, конец мая, давайте, ребята, распродаемся и отдыхать, все отдыхать, все гулять. На мой взгляд, это снижение российских индексов, может быть, в том числе связано с тем, что тот рост, который наблюдается на западных фондовых рынках, вызывает все больше опасений, при условии, что постоянных и таких уверенных сигналов к тому, что происходит улучшение экономики, не поступает, хотя действительно признаки этого есть. И вот это опасение, опять же, заставляет инвесторов сокращать инвестиции в рискованные активы, причем, ну, как я уже сказал, Россия в числе наиболее рискованных. Ну, надо еще добавить, Виталь, сейчас твое мнение тоже послушаю я с удовольствием, надо добавить, что сегодня, вот я где-то читал в ленте новостей, что десятилетики американские, да, трежились, они на максимальной доходности максимальные у них, так куда народ бежит-то, на фондовый рынок американский, что ли? Ну, вот такая была теория в начале года, что инвесторы будут выходить из облигаций и покупать акции, то есть это глобальное изменение тренда, потому что там вот после кризиса... Кстати, ты же об этом и говорил, насколько я помню, очередной, да... Я об этом говорил, да, сейчас этот глобальный тренд, будет ли переток денег из облигаций в акции, вот, потому что эту идею очень активно двигают крупные банки, вот, и уже ряд представителей банков говорят, что они по потокам клиентских денег видят, что пока, ну, то есть процесс пошел уже. То есть они видят, что клиенты постепенно-постепенно продают облигации, покупают акции. То есть то, что происходит в Америке, это вот просто... Да, плюс, конечно, вот это падение может быть связано с тем, что просто есть ожидание, что ФРС немного, но уменьшит объемы выкупа, ну, вот, то есть такие слухи ходят уже не... И ходят, мы даже говорили вот неделю назад, когда, да, и Вернанке выступал, но сейчас сигнал по этому поводу может быть только на юридском заседании. Такого четко не было, просто вспомните, очень такие всплески бывают, вот, и на золоте были недавно, неожиданные всплески, казалось бы, не было повода какого-то, да, одного повода, а просто вот накопленный эффект и кумулятивно все это сказывается. То есть у рынка формируются некие ожидания, и в какой-то определенный момент времени они просто притворяются либо в сильный рост, либо в сильное падение акций, там, или сырьевых товаров. Ну, вот то, о чем Елена сейчас говорила, да, ну, бог с ним, конец месяца, не конец, летний, летний, но, я так понимаю, запас хода вниз-то еще есть, и не исключено, что вот, Лена, стратегически верно мысли, да, что еще попадаем, и можно будет и откупаться. В предыдущие годы мы видели, что в мае было очень сильное падение. Как правило, да. Ну, как правило, там, до кризиса этого, это было не так, но вот после кризиса преимущество мая такой падающий был месяц, вот, и все уже ожидали, что вот, значит, май готовится. Да, да, оно никак все и не было, да. Может быть, действительно. Поэтому, может быть, на июне-то переносится. Ну, ладно, гадать не будем, поживем-увидим. Сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, ну, а потом продолжим наш разговор. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Григорий Бирк, со-директор аналитического отдела Инвесткафе, и Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома Капитал. Говорим о текущей ситуации на российском рынке. Упомянули нефть, но, собственно, я так понимаю, да, Виталий, нет смысла на нее сильно уже ориентироваться. Если она хорошо пойдет ниже 100, тогда можно быть, да. Ну, мне кажется, просто важно, чтобы слушатели понимали, то есть, если, например, будет падение нефти, чтобы это не было неожиданностью какой-то, да, потому что вот мы видим, что я уже говорил по сырьевым товарам, по всей группе сырьевых товаров очень сильное падение было промышленности. То есть, те сырьевые товары, которые, по сути, ориентированы на экономический рост, да, в нефти такого не было. То есть, там, понятное дело, есть искусственный фактор в виде ОПЕК, и 31 мая у них будет там сессия ОПЕК вновь, вот, там, скорее всего, до квоты не поменяют, то есть, оставят теми же самыми. Но ОПЕК, он видит, что сейчас на рынке есть очень большой избыток предложения нефти, и старается регулировать его. То есть, и очевидно, что потоки, которые там ранее шли в Соединенные Штаты нефти, да, они постепенно, постепенно уходят власть. Но мы уже об этом говорили не раз, и в этой студии, вот, поэтому, вот, все, все эти факторы, они рано или поздно скажутся на рынке. То есть, если что-то искусственно держится, это не может держаться вечно, да, то есть, будет какой-то период времени, и нефть последует вслед за другими сырьевыми товарами. Вот, поэтому, с этой точки зрения, вот, на сырьевые циклы, это, в принципе, надо учитывать, потому что крупные инвесторы, они мыслят категориями, там, не пи-на-и пока, чтобы прийти на рынок, они смотрят экономику. Там, например, что определяет экономический рост, что определяет основной вклад в... То есть, именно макроэкономический взгляд такой. Макро, то есть, они с макроуровня потом смотрят, там, на микроуровень, да, и если они видят, что на макроуровне все плохо, вот, а в России, ну, мы видим, что пока признаков такого бурного-бурного роста, бурной динамики нет, и в экономике, и вот, те тренды, которые сегодня формируются на мировых рынках, они по большому счету негативны в долгу будут для нашей экономики. Если мы не примем, там, правильных мер, вот, ну, пока их нет, вот, поэтому... То есть, их нет, в принципе, или нет желания их принимать, нет возможности их принимать? Нет, мы видим, просто я боюсь, что, ну, успеть бы все это сделать, потому что, учитывая инертность, с которой принимаются меры, вот, там, критика была в адресе правительства, то есть, там, она отчасти оправдана, вот, ну, они делают что-то там, да, вот, поэтому есть правильные шаги по улучшению инертности, инвест-климата, но, опять же, это мы уже много раз говорили, что инвесторы уже устали от красивых слов, документов, там, стратегических каких-то вещей, им вот надо на практике, что делается на практике. Конкретные дела, кстати, мы об этом сейчас заговорили, я думал, мы во второй половине, да, российской экономики, если можно, давайте продолжим, уважаемые гости, смотрите, я читаю в ленте новостей такую фразу, Центральному банку российской кредитации придется пойти на понижение ключевой ставки, поскольку российские банки, сыграв на опережение, уже удешевили кредиты. Вот такое замечательное, но я не уверен, да, что 100% справедливое утверждение, ну, в СМИ бывают всякие истории, но, тем не менее, если говорить о действиях Центрального банка, ожидание, да, мы с вами тоже это произносили, и в апреле уже может быть понижено, и в мае это уж точно будет понижено, и все не ниже и не ниже она. А, Григорий, как ты думаешь, это связано с тем, что, действительно, Центральный банк выжидает какой-то момент, или просто, так сказать, руководство и Центральный банк все-таки понимает, что снижение процентной ставки, оно уже практически ни на что не повлияет? Нельзя говорить о том, что снижение процентной ставки ни на что не повлияет, это действительно одна из широко обсуждаемых мер стимулирования экономики, и вероятность того, что она будет снижена в ближайшее время, довольно высокая. Что касается банков, то в связи с конкуренцией за фондирование и за долю рынка кредитования, в том числе и розничного, действительно, происходили определенные тенденции в банковском секторе, снижались ставки, Но сейчас идет как раз обратная тенденция, и банки, обеспокоенные тем, что занимать деньги становится все дороже, а пытаясь захватить долю того же розничного рынка кредитования, ставки снижались, они пытаются это как-то бороться и компенсировать. Я понял. Виталик говорил сейчас о поисках каких-то конкретных решений, чтобы действительно что-то изменилось хотя бы в моменте. Снижение процентной ставки это не то самое решение? Я сомневаюсь, но в целом, вот если осмотреть то, что делают АЦБ в мире, то очевидно, что все уже пошли по пути снижения процентных ставок, то есть это уже там и азиатская экономика. Давно уже пошли. Там, да, и Австралия, которая держалась долго, но все-таки пошла. Была вынуждена. Вот, и многие страны принимают там меры а-ля АКЮИ, вот, для поддержания экономики. У нас пока вот таких вот мер именно монетарного свойства, монетарного характера нет. Вот, вот, я сомневаюсь, что, наверное, их можно делать в таком объеме, потому что все-таки спекулятивный капитал в таком случае, он будет, мне кажется, играть на понижение валюты нашей, и будет очень активно. И опять вот эти деньги, которые должны в теории идти в экономику, они убегут на валютный рынок, что мы видели в кризис, и увеличится там, в общем, отток. Я согласен, то, что инвесторы смотрят на макроэкономическую картину, но с этим, на мой взгляд, более-менее в случае с Россией все понятно. Темпы роста экономики, может быть, и не колоссальные, но, тем не менее, существенно выше, чем у развитых стран. Есть какие-то проблемы, возможные с уровнем расходов и финансированием социальных различных обещаний, но, на мой взгляд, все-таки большую и важную составляющую в интересе иностранных инвесторов к российским акциям играет определенность и предсказуемость, которые, чего не происходит и не наблюдается. И фундаментальная картина, макроэкономическая, довольно сильная, но, тем не менее, что мы видим, мы видим продолжение оттока средств. И множество случаев конкретных корпоративных, которые в очередной раз доказывают и показывают, что у нас все может произойти, и неожиданности могут быть любые. И до конца нам не доверяют. Вот парадокс такой, да, вот у нас в экономике стабильно, низкий долг, темпы роста положительные, да, а капитал почему-то уходит в те страны, где отнимают деньги вкладчиков, например, да, удивительно, то есть где падение экономики, рецессии, кризис там вообще, коллапс, а деньги бегут все равно туда. Мне кажется, надо правительству, видимо, подумать, что, может быть, дело не в стабильности макроэкономии, хотя это тоже важный фактор, но это один из факторов, который привлекает деньги. — Пока же наняли консультантов для того, чтобы повышать имидж России у инвесторов. — Ну, пока не справляются. — У консультантов сомнительный весьма имидж тоже. — Консультанты свои работают. — Конечно, и задачи другие. Они приехали сюда денег заработать. — Это важная часть работы консультантов. — Вот именно, я бы сказал, ключевая, да, стратегическая. — Ну, кстати, вот Виталий замечательную идею подбросил. Я хотел тоже на уровне макроэкономического, на уровне, так сказать, сторонних событий поговорить о том, а что может помочь Россия, если она сама не справляется. Ну, никак вот не получается. И по этой причине, и по этой, и по этой. Ну, вот не можем мы там что-то, да, копошимся, копошимся. Может, нам со стороны помогут, как это бывает очень часто. Но если до кризиса вспомнить, да, нам все помогало. Потому что внешняя, да, конъюнктура была вот такая. Все говорят, ой, в Россию. Не ходите в Россию. Там вот, да, правила игры все. Да ладно, какие правила. Смотри, как все, все как зреет, все как прет-то, да, все как растет-то. Вот. Так вот, с этой точки зрения, да, та же самая еврозона, я так понимаю, ты об этом начал разговор-то, да, сейчас она в рецессии, но, может быть, если при благоприятном развитии событий, так сказать, да, еврозона нащупает, но начнет потихонечку, так сказать, подниматься с колен. И это поможет, конечно, в итоге России. Ну, вот, на мой взгляд, все-таки будущие факторы конкурентоспособности, вот если на макро уровне говорить, будущие факторы конкурентоспособности экономик будут открыться в дешевом сырье. Вот. Потому что те страны, которые в будущем будут иметь доступ к дешевому сырью, и мы вот видим, что ряд стран принимают очень активные действия на этом фронте. Да, потому что это уже фронт, потому что порой бюджеты там ряда стран тратят такие колоссальные деньги на импорт энергоресурсов, то, что у экономики, ну, прямой стимул повышать эффективность использования и искать какие-то альтернативные источники. Вот. Это делает и это делается в Японии, в частности. Вот эта газогидратная тема, это новые такие ресурсы газа, которые превышают по своему объему все эти газовые ресурсы, которые сегодня известны в мире. Вот. Это, мне кажется, тема, она сегодня особо не обсуждается, но в будущем, я думаю, что там через 10-20 лет мы уже будем более в практическом плане говорить об этом. Да, она не обсуждается широко именно, да, потому что нет повода еще. Пока еще проводятся исследования, опытные испытания, пока это не промышленные объемы. Это все на уровне экспериментов. Компании ищут ключики к эффективному освоению ресурсов. Вот. Это делают в Японии, это делают в Соединенных Штатах также. Вот. Ну, про нефть мы уже там говорили. О сланцевой революции, да? Да. На мой взгляд, газогидратная тема, она может быть даже более важной, чем сланец в будущем. Потому что ресурсы колоссальны и в основном, то есть вот эти ресурсы есть в Азии, в Японии очень колоссальные ресурсы. А это, по сути, означает в будущем энергонезависимость Азии. Вот. А сегодня, по сути, все сырьевые рынки держатся на Азии. Вот. Если этот фактор уйдет, нужен будет новый источник роста сырья. Потому что вот до кризиса мы вот видели опережающий темп роста цен на сырье, потому что Китай показывал очень высокий темп роста экономики. И была идея главная. Китай. Китай, который показывает рост, он там строится активно. Поэтому это требует энергии. А после кризиса Китай снизил темп роста и спрос на сырье уже... Я понял. Мы сейчас еще раз новости послушаем. Кстати, вот разговор о Китае, наверное, стоит продолжить после новостей. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Григорий Биркс, со-директор аналитического отдела Инвест-Кафе. И Виталий Крюков, аналитик институционного финансового дома «Капитал». Обсуждаем мы текущую ситуацию на финансовых рынках. И вот сейчас мы об экономике России заговорили. О том, что же ее голубушку все-таки может подтолкнуть для роста. Хотя понятно, что и внутри, и снаружи, что самое неприятное, особых факторов мы не наблюдаем. Сейчас мы продолжим разговор об этом. Я для вас, уважаемые слушатели, напомню. Телефон студии 651099,6. Код Москвы 495. И сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственным мнением. И, собственно, вопрос, Григорий. По поводу Китая. Ну, очевидно, да, и до кризиса, и, наверное, какие-то посткризисные годы. Китай был надеждой мировой экономики в определенные моменты. Потому что действительно, да, оттягивал на себя достаточно большое количество спроса именно на сырье, на металлы, прежде всего. Австралия, да, живет практически за счет китайского спроса. Мы видим, как бурно реагирует австралийский доллар на все, что происходит в Китае, на макроэкономическую статистику. Я обычно слушателям говорю, ну, понятно, что, да, китайская статистика выходит ночью, да, австралийская статистика выходит ночью. Кто торгует эту пару, да, ему не до сна. Австралийский доллар – это уникальная тема, на мой взгляд, в будущем. В будущем и в принципе, да. Ну, и сейчас эта игра идет уже, она идет. Это как в иене, например, вот эта похожая тема, мне кажется, будет. Да? Ну, это отдельная тема. Это отдельная тема, это интересный разговор. Георгий, итак, что касается Китая. Есть ли все-таки надежда, что он поддержит мировую экономику, хотя вот с точки зрения цен на сырье? Сегодня буквально вышла новость о том, что МВФ снизила прогноз по темпам роста ВВП Китая с 8%, по-моему, на до 7,75%. Надежда действительно Китай, но на самом деле интересна реакция рынков на данные из Китая, потому что, с одной стороны, если Китай растет слишком быстрыми темпами, все говорят, то развитие пузырей. Если Китай растет, немного замедляет темпы и переводит этот экономический рост в более качественное русло, все, наоборот, говорят о том, что слишком медленно растет Китай. На мой взгляд, если раньше говорили просто о ВВП Китая, ну, о росте экономики Китая, как о надежде, то теперь можно конкретизировать, на мой взгляд, в будущем надежда для мировой экономики, это внутренний спрос Китая, это китайские потребители. Для этого, естественно, необходимо изменить курс юаня, повысить курс юаня, для того, чтобы покупательная способность населения выросла. Но китайское правительство на это не идет, США с ними все время на этот счет спорят. Ну да, это многолетний диспут. Именно этот ресурс способен оказать существенную поддержку мировой экономике. Ресурс именно внутреннего спроса? Именно ресурс внутреннего спроса Китая. Насколько, Виталий, насколько реально вообще, да, вот этот внутренний спрос, ну, при известных перекосах, да, и в инфраструктуре, и перекосах именно с точки зрения. Такая цель у китайского правительства стоит, то есть она осязаема, вот, но дело в том, что ее не удавалось выполнить в предыдущие годы. Если посмотреть по структуре ВВП Китая, то доля потребителей падала все эти годы. То есть в основном был рост инвестиций, то есть если вот на структуру экономики смотреть, то практически там до 50% это инвестиции. Для потребителей все-таки он, его вес в росте экономики, ну, меньшим был, вот. Вот, поэтому такая цель и сегодня стоит, пришла там к власти новая элита, она поставила такие цели. Вот, очень сложно здесь, конечно, прогнозировать, потому что, на мой взгляд, вот, точно, что можно отметить, будет меняться структура экономики Китая. То есть от, скажем так, инфраструктурного роста Китая, Китай будет переходить больше к такому западному стилю. То есть это, конечно, будет требовать меньше сырья. То есть если раньше в основном... Виталь, если можно уточнить, западный стиль, это что, стиль потребления? Да, потребительский стиль. То есть в западных экономиках в основном, основную часть приходится на потребителя, то есть на конечный спрос. Вот, и Китай будет постепенно к этому двигаться, какими шагами, понятно, на проживом увидим. Но вот этот рост, он, мне кажется, все-таки будет не таким, ну, скажем, не будет опотреблять столько энергии, сколько было до этого. Вот, и... То есть даже если, да, сегодня Китай будет прирастать вот этим внутренним спросом, но с точки зрения спроса на сырье... Это не означает, что мы увидим экспоненциальный рост цен на сырье, потому что китайские потребители, хоть их и много, но они пока бедные, вот, и надо пока решить проблему с увеличением... Ну, кстати, один из вопросов, да, вот этого внутреннего спроса, это именно вот перекос, да, там есть большой, может быть, да, сегмент людей, у которых есть деньги, и гораздо больше... Потому что китайцы, они в основном сберегают, конечно, деньги, потому что у них нет того социального пакета, который есть там в западных странах, вот, поэтому они думают о своем будущем сегодня и сберегают большие деньги, вот. И как вот эту логику поменять, это, конечно, мне кажется, будет таким вызовом. Но и при этом Китай одновременно делает ставку не просто на грязный рост, то есть они думают об экологии тоже. И последние данные говорят о том, что они очень активно начали строить газовые станции, вот, и они, наверное, смотрят на перевод транспорта на газовое топливо в первую очередь, вот. И у них уже сегодня есть профицит перерабатывающих мощностей, вот, то есть они обеспечены вот именно перерабатывающими мощностями полностью. И, скорее всего, вот в будущем будут на газовое сырье больше делать фокус. Хотел про транспорт сказать, и тут тоже важен потребительский спрос. Если в развитых странах количество машин на душу на тысячу человек населения превышает, там, 500-600, то в Китае на уровне 100, может, даже меньше, в России где-то около 300. То есть колоссальный потенциал в росте потребления традиционных видов топлива все-таки есть. И, на мой взгляд, Китай продолжит оставаться основным потребителем не только российского, но и мирового сырья других стран-производителей. Я понял. Хорошо, а если посмотреть вот опять на Европу, да, мы говорили о том, может ли Европа стать, ну, как минимум, инициатором российского, роста российской экономики, Виталий? После того, как вот действительно там... Мне кажется, наши вот пути, они примерно схожи. То есть я вижу какую-то инертность... Наш и европейский. Да, вижу инертность в том, как решения принимаются на государственном уровне. К сожалению, ну, даже, к счастью, такой инертности нет, например, в Соединенных Штатах, где решения, в принципе, принимаются там при жестких прениях, есть там группы интересов отдельные. Вот, но все равно решения принимаются, и они двигаются вперед. Главное же, и выполняют. Да. В европейских странах, к сожалению, пока вот не заметна какой-то положительной динамики с точки зрения энергообеспечения самих себя. Вот, они... Ну, идея со сланцем ведь там тоже каким-то образом на себя нашла. Сланцем она продолжается, но она очень идет медленно. Там, во-первых, ну, очевидно, что это не будет копией Соединенных Штатов, да, это уже понятно. Но в отдельных странах это вполне может иметь место. Вот, там есть очень большие сложности, не так разве там и сервисный рынок есть, и по экологии претензий. Вот, там огромное количество факторов, которые говорят о том, что в европейских странах сланец, если и стрельнет, то не такими быстрыми темпами. Действительно говорить о том, что сланцевая развалюция произойдет в Европе преждевременно, пока вот мы видим лишь, что Польша наиболее активно пыталась и на определенном этапе успешно привлекала иностранные компании для изучения потенциала добычи сланцевого газа. А теперь же они такими же быстрыми темпами выходят из Польши. И, как Виталий правильно сказал, там есть ограничения, наверное, законодательные и в плане экологии, в первую очередь. Сейчас уже Германия более активно смотрит, там у них был период, тоже они отказались от этого. Сейчас уже, как говорят, категорическое нет, что вот нет ни в коем случае. Ну, они сейчас, да, по многим позициям не говорят категорическое нет. Потому что Германия увеличила очень сильный импорт угля из Соединенных Штатов, строятся угольные мощности. Вот, поэтому у них немножко энергобаланс тоже свой, там и альтернативная энергия, энергия солнца, ветра у них очень развивается. Ну, смотри, и в конечном итоге вот эти попытки, да, справиться с энергозависимостью, собственными средствами, они ведь еще и по России тогда могут ударить. То есть мы, с одной стороны, говорим, да, что Европа, выходи из рецессии побыстрее, потому что ты наш основной торговый партнер, и мы каким образом, да, будем с тобой взаимодействовать и сами почувствуем. А с другой стороны, вот получается парадокс какой-то, нет? Ну, парадокс в том, что, опять же, вот, огромное количество открытий было сделано в предыдущий год. Я имею в виду открытия в нефтегазовой отрасли. То есть мы уже в этой студии неоднократно говорили, на мой взгляд, это аналогия вот там конца прошлого века, то есть это где-то вот 70-80-е годы, когда были сделаны крупные открытия в Северном море, например, да, то же самое, мне кажется, это вот и сланец, это одна из тем, да. Сейчас делаются крупные открытия, то есть инновации и человеческая мысль не стоит на месте, и когда у страны потребителя очень высокая зависимость от стороннего сырья, то всегда они пытаются искать какие-то способы, как это уменьшить зависимость. Вот, и всегда такой путь будет рано или поздно. Я согласен, если говорить о Германии, то в конце прошлого года из-за высоких цен на газ, в том числе и российский, было выгоднее производить электричество из угля, именно поэтому больше вырос импорт угля. Да, но здесь ценовая политика Газпрома, наверное, играет с ней злую шутку, равно как и с Украиной существенный рост цены привел к тому, что страна существенно сократила потребление газа. Неожиданно для Газпрома, что, в принципе, удивительно, так как... Удивительно, что это неожиданно для Газпрома. Да, удивительно, что неожиданно произошло, так как цена для Украины в определенное время превышала цену для Германии. Естественно, страна, которая находится в рецессии, не может платить эту цену. Можно было надеяться, что да. Да, и самое интересное, что вот сколько лет там до кризиса европейские страны говорили об экологии. Огромное количество было там и встреч разных проведено. Но как вот только кризис, как только касается, что вот где-нибудь бы сэкономить... И сразу все забыли. Самое забыли все. Потребляют уголь безумными темпами. Он, конечно, вреден для экологии. Теперь они зато говорят об росте экологичности производства энергии из угля. Об инновациях и всем этом. Но они действительно присутствуют инновации? Или просто это словесная такая вот попытка прикрыть собственную слабость? Реально страны думают над тем, как снизить выбросы от сжигания угля. То есть такие исследования сегодня имеют место быть. И очевидно, почему? Потому что уголь очень дешев относительно газа. А исследование именно в Европе, да? Оно не по всему миру проводится. И очевидно, что это очень дешевое топливо. И его, главное, много. То есть обеспеченность углем там... То, о чем я говорил ранее, в Германии было более выгодно производить электричество из угля. Даже с учетом вот этих выплат за выбросы, за вредные выбросы в атмосферу. То есть это связано с низкой себестоимостью, прежде всего, да? Да, абсолютно. Цены упали, потому что американский уголь пошел на мировой рынок. Вот. А экология в Соединенных Штатах улучшилась наоборот. Потому что у них активизировалось потребление газа. И очень выросла выработка электроэнергии на газовых станциях. Может быть, и в Киотский протокол они подпишут, наконец. Хорошо, друзья, сейчас я вижу, самое время, да, новости, наверное, послушать на Финам.ФМ. А потом мы продолжим. Виталий, у нас есть слушатели. Подождите, пожалуйста, мы начнем с вас после новостей. Ну что ж, друзья, последняя часть нашего эфира. Собственно, как я и объявлял, давайте послушаем звонок. У нас есть слушатели по имени Виталий. Виталий, добрый день, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот я слушаю, да, интересно очень. Спасибо. Но, мне кажется ли вам, ну, мне хотелось бы, чтобы от вас услышать, может быть, какие-то более глобальные прогнозы, потому что все ваши разговоры вокруг потребления. Потребление, потребление, потребление. И чем больше, тем лучше, и прибыль, чем выше, тем лучше. Но есть же предел потребления. А может быть, надо говорить уже об сокращении потребления. Если в Китае будет 500 машин на тысячу жителей, то планетка-то загнется. И вообще, это потребление, это поедание очень быстро ресурсов. Знаете, мне нужна машина на 20 лет, на самом деле. А раскрутка идет на 2-3 года. Понимаете, потребление, 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 это тупик. Тупик. Понятен, понятен ваш вопрос, ваше мнение. Спасибо, Виталий, за звонок. Ну, вот, собственно, прокомментируете, Виталий. Да, безумное, неограниченное потребление отчасти вызвало и финансовый кризис, привело. Потому что... Надо напомнить, да, что начало кризиса было в седьмом году, когда рухнул ипотечный рынок. А ипотечный рынок, собственно, формировался именно так. Давались деньги на ипотечный кредит, кому не попали. Тот, кто и не работает, и не собирается этого делать, и тем более отдавать. Потому что задачи другие решались. Ну, вот, на мой взгляд, трендом будущих лет будет эффективное потребление. То есть, вот, о чем говорили в Китае, например, да, не будет такого безумного роста потребления. То есть, просто вот, все пойдут покупать машины, машины будут потреблять топливо, там, да. Во-первых, это неоднородно по разным странам. Есть свои особенности, там, где-то 500 машин, где-то там 100. Есть свои критерии, там, потребления, обеспеченности тоже. Это все влияет. Но главный тренд — это эффективное потребление. То есть, сегодня все компании, которые производят, там, новации, они в основном ориентированы на снижение издержек, на повышение эффективности. Поэтому это будет тренд. То есть, потребление, по крайней мере, не на первом месте у них уже, да? Я согласен, что энергоэффективность — это одна из важнейших частей, составляющей потребление углеводорода в будущем. Но также не стоит забывать про то, что даже у нас там есть техрегламент, который ограничивает выбросы вредных веществ в атмосферу. То есть, объем потребления нефтепродуктов может оставаться таким же, в то время, как выбросы сокращаются. То есть, экологичность и энергоэффективность — это что касается углеводородов. Но самое важное, наверное, и говорить о том, что если предел потребления — это затрагивается тема пиковой нефти и действительно ли ограниченные ресурсы. Пока же мы... Пиковые ты имеешь в виду запасы? Да, то есть, это то, о чем говорил Виталий ранее. Там крупных новых месторождений находится все меньше и все реже. Запасы истощаются и так далее. Но пока мы видим лишь то, что Россия выходит в Арктику, активно осваивает шельф, осваиваются сланцевые месторождения, те же гидраты, то есть, уход от традиционной модели потребления и традиционных потребления традиционных энергоресурсов пока не видно. Ну, понятно. То есть, запас хода есть еще, да? Хотя, с другой стороны, помнишь, мы тоже об этом говорили, что рано или поздно, ну, видимо, не при нашей жизни все же, рано или поздно действительно закончится. Ну, тогда будет человечество вынуждено, да, перейти на что-то другое. Пока такой необходимости нет, значит, вот... Вот эта теория пик-ойл, которая вот опозначена была, уже многие называют иначе, пик-демант. То есть, уже теперь шарахаются в другую сторону, да. То есть, уже смотрят, что, а не вышел ли уровень потребления там на те величины, и дальше уже просто потребление будет увеличиваться, но меньшими темпами, и предложение будет опережать спрос. Вот, поэтому, может быть, это как раз вот и отчасти будет трендом тоже. Кстати, вначале, да, когда Григорий предложил некий философский взгляд на вещи, вот здесь тоже есть некая философичность, наверное, да. То есть, в какой-то момент спрос рождает предложение, а потом наоборот. Практика показывает, что в мировой экономике вот нет черного-белого. Да, да. Однозначных там пик-ойл или пик-демант нет. Это вот есть определенные отрезки времени. Вот, на мой взгляд, что вот мы на сырьевых рынках сегодня видим, это некая яма, да, это некий переходный период, который мы проходим все. Он может длиться 2, 3, 4 года. Все очень важно тут, меры, предпринимаемые правительствами. Если в Голландии активно стимулировалось потребление альтернативных источников энергии, то у нас мы видим наоборот льготы и дотации нефтегазового сектора для того, чтобы стимулировать, по крайней мере, стабильный уровень добычи. То есть это все означает, что деньги, которые могли бы пойти на развитие альтернативной энергетики, идут в те же самые нефть и газы. Спасибо вам за ответ. Еще один звонок, послушаем. Есть еще время. Борис, добрый день. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. Добрый. Очень люблю смотреть вашу передачу. Спасибо. Со всеми согласен. Как всегда, я вам звонил с апокалиптическим сценарием. Я помню. Да. Вот по поводу нефти. Во-первых, респект Степану Демури, потому что он сподвиг меня, скажем так, к какому-то исследованию волновых структур на рынке. И вот по поводу нефти. По поводу нефти очень интересная ситуация. Вот 128, 88 по сорту Brent, который у нас недавно прошел в прошлом году. Потом мы поднялись до 118. И вот понимаете, какая штука, ребята? То минимальное движение, которое отсюда сейчас пойдет, это будет 118 минус 40 долларов. Это вы по Иллиоту высчитываете? Я не знаю. Я по-своему высчитываю, но не в этом суть. Дело в том, что вот все, что вы правильно говорите о том, что перепотребление, слишком много там англо-саксонская модель ценообразования, ну и все прочее. То есть мы находимся на пике потребления ресурсов. Понимаете, нас ждет, по-моему, какая-то глобальная, глобальный пересмотр экономических парадигм. Потому что, как вы правильно говорите, вот сегодня вас слушатель звонил и говорил, мне не нужна машина на 5 лет или на 3 года, мне нужна машина на 20 лет. И вы понимаете, в этом смысле вообще нефть метит на 20-30 долларов. То есть, ну, я уже озвучил свои апокалиптические сценарии. Если по нефти смотреть, то вот буквально сейчас, то есть 128, 88-40 долларов отмеряете от 118 долларов. И следующая остановка у нефти будет как минимум, можете посчитать, да, там 118 минус 40. Да, 78 получилось. Интересно, что будет, если ОПЕК вдруг снизит квоты. От 88, это 48 долларов, это третья волна, это минимум. А потом будет бонус в район 30, там, 25. Я понял. Спасибо, Борис, за ваше мнение. Вопрос еще есть какой-то к гостям? Вопрос. Вопрос у меня такой, насколько они расценивают вероятным такой сценарий. Ага, понятно. Спасибо, Борис, спасибо. Лично я низко расцениваю вероятность этого сценария. Тут все-таки помимо... Григорий, подожди, пожалуйста, Борис у нас склонен к апокалипсису, да, подобным сценариям. Именно поэтому вот такие цифры называют. Нет, ну, даже если говорить о снижении до, для него, может быть, более приемлемых 80 долларов, то сразу вступят в силу другие факторы, факторы предложения, которые ОПЕК будет, наверное, ограничивать предложение. Естественно, будет защищать, да? Но вот, к сожалению, силу ОПЕК переоценивать тоже нельзя, потому что из истории видно, что в 90-е годы они не справились, в 80-е годы тоже не справились. То есть они понижали-понижали квоты постоянно, но не все падало-падало-падало. То есть у них есть тоже пределы понижения квот, потому что у них бюджеты тоже сверстаны с учетом вот тех обязательств, которые они взяли на себя. То есть там 80-90 долларов, может быть, немножко. Ну, то есть такие цифры. Но основная проблема в долгу, вот если смотреть, то нефть, по сути, это сегодня моторное топливо. То есть основная доля нефти потребляется в виде моторного топлива. Пока нет альтернативы нефти как моторному топливу, нефть, наверное, будет... Или, знаешь, нет альтернативы моторам еще, да? Пока нет альтернативы моторам. Я думаю, что газ может быть таким переходным топливом. То есть мы уже в этой студии неоднократно говорили об этом. И в таком случае, если газ будет напрямую бороться с нефтью за... За пальму первенства. Ну, как моторное топливо будет использоваться более активно, да? То это может означать, что нефть может очень сильно упасть. И вот слушатель может оказаться прав в долгую, в долгую, опять же. Но еще есть такой фактор, это финансовые рынки, да? Тоже казалось, в седьмом году невероятно, что нефть может так низко падать за такой короткий промежуток времени. И вот это было. Ей помогли спекулянты вам много, да? Бумажная нефть, да. И природный газ, который падал в прошлом году, там, ниже двух долларов за миллион на БТЕ, это было тоже нереально представить, учитывая то, что в восьмом году он там 13 долларов стоил. Вот. Поэтому в мире происходят сегодня нереальные события, вот. И которые прогнозировать очень сложно, да. И порой вот то, что сегодня кажется, ну, нереальным, такого не может быть в принципе. Завтра мы встанем и скажем, да, это, ну... Это нормально. Адекватные уровни, адекватные уровни. Коварное слово, в долгосрочном периоде мы все умрем, как известно. Но я не думаю, что если говорить о потреблении газа в России, то это может быть какая-то попытка расширить рынок сбыта газа. Тем же Газпромом потребление газа в России сокращается. И рост нефтью, которая заинтересована в том, чтобы захватить большую долю внутреннего рынка. Но насколько реально это будет, скорее зависит от властей, которым потребуется инициатива для того, чтобы перевести в первую очередь какие-то муниципальные транспорты на газ в обязательном порядке. Я понял. Друзья, спасибо огромное. Ну, Григорий, собственно, закончил философически же. Мы все умрем, сказал он. Но против этого не поспоришь. Давайте, тем не менее, жить. Тем более, что завтра юбилей Финам-ФМ. Еще раз я всех с этим поздравляю и благодарю моих гостей. Григорий Биркс, директор аналитического отдела МСКафе. Виталий Крюков, аналитик ФД Капитал. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, всего хорошего. Спасибо за внимание и успехов на рынке. До свидания.